Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Ирина Исаева и Тимофей Обухов. Ближайший час на нашем телеканале. В рамках визита святейшего патриарха Кирилла на Ставрополье предстоятель принял участие в Кавказском форуме Всемирного Русского Народного Собора. Храм Божий, небо на земле. Десятилетние строительные труды Серафимовского прихода Екатеринбурга завершились освящением великолепного храма. На исходе года, объявленного в Беларуси годом книги, в Минске началось издание Фоксимиля Полоцкого Евангелия. Овациями встретили нижегородцы представленную им музыкальную ораторию, переносящую на сцену атмосферу богослужений Страстной Седмицы. Новобранцы роты почетного караула в Москве присягнули на верность Родине перед героями отчизны и получили церковное благословение на службу. Спортсменов из Калуги, Курска, Воронежа, Москвы и других городов объединили тульские соревнования по панкратиону в честь святого Александра Невского. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях. На уходящей неделе состоялась поездка святейшего патриарха Московского и всеяруси Кирилла в Ставропольскую митрополию и Пятигорскую епархию. В первый день визита в Ставрополь предстоятель Русской Церкви принял участие в Кавказском форуме Всемирного Русского Народного Собора. Представители традиционных религий, общественных организаций, казачества, ученых, политиков обсудили вопросы гражданского согласия и мира в регионе. Предстоятеля Русской Православной Церкви в аэропорту Шпаковская утрапа самолета встречали митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл, губернатор края Валерий Зеренков, многочисленное духовенство, казачество и руководители государственных структур Ставропольского края. Для жителей Ставрополя визит патриарха поистине важное событие. Предстоятель Русской Православной Церкви не был в этих краях почти два десятилетия. Ранее Ставропольскую землю посещал патриарх Алексей II в 1994 году. Сразу после прибытия святейший владыка обратился к журналистам и отметил особое значение Ставропольского края. Ставропольский край и Северный Кавказ имеют огромное значение для жизни всего нашего народа, для жизни нашего государства, для функционирования многонациональной системы отношений, которая формирует и всегда формировала сам облик нашего Отечества. За несколько часов до прилета в Ставрополь святейший владыка присутствовал в Кремле на ежегодном послании президента Российской Федерации к Федеральному собранию. Главным в послании президента в этом году патриарх считает приоритет человеческой личности. Обычно президенты делают акцент на экономике, на внутренней или внешней политике. В нынешнем послании акцент был сделан на самое главное, на человека, на человеческую личность, на формирование духовного, культурного, нравственного облика россиянина. Из аэропорта предстоятель Русской Церкви отправился на пленарное заседание Ставропольского форума Всемирного Русского Народного Собора. Форум объединил священнослужителей, общественных и религиозных деятелей, ведущих ученых со всей России и стран Закавказья. Надо совершенно честно сказать, ведь самое главное, не может Народный Собор сразу все перевернуть. Но очень важно начать движение. Движение, которое оно и есть. К миру и согласию. Это дополнительный, как раз, толчок, это дополнительный заряд на пути к миру и согласия на Северном Кавказе. После краткой молитвы и благословения предстоятеля, митрополит Кирилл объявил пленарное заседание открытым. Позвольте на этом считать наш Ставропольский форум Всемирного Русского Народного Собора открытым. Обращаясь к участникам форума, Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл отметил, что особое внимание нужно обратить на русский народ. Я не случайно делаю акцент на русском народе. Не потому, что русский народ лучше или хуже других, но потому, что он является действительно скрепой многонациональной общности, сформировавшейся здесь, на Северном Кавказе, и, собственно говоря, являющейся фактом для всего пространства исторической Руси. В ходе форума обсудили вопросы, которые волнуют жителей нашего региона. Это значение традиционных религий в укреплении мира и стабильности в регионе, роль казачества на Кавказе, историческая и культурная роль православного христианства в нашем округе. Такого разнообразия культуры и языков, как в нашем регионе, трудно найти где-либо еще. И мы воспринимаем это как свое большое достояние. Конечно, в большой семье всяко бывает. В силу географического положения край волей-неволей всегда оказывается в центре межнациональных диалогов, а порой и проблем. Но мы все в первую очередь граждане Великой России. И хотим, чтобы она была сильной, стабильной и безопасной. На форуме обозначили направление дальнейшей работы. В первую очередь это укрепление славянской культуры и предотвращение оттока русского населения. Важная роль отводится казачеству, которое, по мнению участников форума, способствует миру и согласию на Северном Кавказе. Отныне отделение Всемирного Русского Народного Собора будет работать на базе Ставропольской митрополии. Сразу после открытия форума святейший владыка отправился в Андреевский собор. Один из старейших храмов Ставропольской и Невиномысской епархии. В храме отслужили все ночные обдения накануне престольного праздника. В соборе собрались студенты и преподаватели Ставропольской духовной семинарии, а также воспитанницы Рейгинской школы. На этом завершился первый день первосвятительского визита патриарха Кирилла на Ставрополье. А в день памяти святого апостола Андрея Первозванного предстоятель совершил чин великого освящения Казанского кафедрального собора Ставрополя и божественную литургию в новоосвященной церкви. Перед этим на площади, перед храмом, патриарх осветил колокола соборной звонницы. Обо всем по порядку рассказывают наши коллеги со Ставрополя. Во второй день первосвятительского визита в город Ставрополь святейший патриарх Московский и всеяруси Кирилл посетил Казанский собор. Предстоятеля на территории храма приветствовали митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл и губернатор Ставропольского края Валерий Зеленков. Первым делом святейший патриарх Кирилл осветил колокола Казанского собора, которые были изготовлены в Москве на средства известного предпринимателя Владимира Полякова. Вес главного колокола Владимира Великого составляет около девяти тонн. После чтения молитв его святейшество окропил колокола святой водой. Наступил долгожданный момент. Жители города услышали звон колоколов храма во имя Казанской иконы Божьей Матери. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения Казанского собора. Этого события город ждал с 1994 года. Именно тогда, 18 лет назад, святейший патриарх Алексий II заложил камень в основание будущего храма. Сегодня Казанский собор возвышается на крепостной горе так же, как и много лет назад. Он служит символом духовного возрождения и центром притяжения верующих со всего Северного Кавказа. Во время божественной литургии святейший патриарх Кирилл возвел в сан епископа архимандрита Гедеона Губку, назначенного на Георгиевскую кафедру. Епископ Гедеон стал третьим архиереем в Ставропольской митрополии, образованной в июне этого года. Этот день стал праздником для тысяч православных. Помолиться на патриаршем богослужении пришло большое количество человек. И, естественно, все желающие не смогли попасть в собор. Поэтому для тех, кто остался снаружи, установили экран, на который транслировали службу. Несмотря на холод, люди несколько часов молились вместе с предстоятелем. Мы сподобились видеть патриарха нашего. То есть сейчас на службе быть, хоть и здесь, но все равно на службе быть. Это же все здесь, везде все встречается. Все-таки приехал владыка наш. Конечно, может что-то для нашего города, что-то будет и для людей, что-то будет лучшее. Для всех прихожан Екатеринбургского храма Серафима Саровского настала большая радость. Строительство церкви в честь батюшки Серафима началось более 10 лет назад по благословению тогда правящего архиерея владыки Викентия. Летом нынешнего года, в день памяти Серафима Саровского чудотворца, состоялась первая литургия. И вот, наконец, престол Дома Божия осветили с участием трех архиереев. Торжественное освящение престола храма состоялось с участием трех архиереев. Митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия, который благословил настоятеля отца Гермогена на строительство этой церкви. Он и возглавил чин освящения правящего архиерея митрополита Екатеринбургского и Верхотургского Кирилла и владыки Платона, возглавлявшего Екатеринбургскую кафедру в начале 80-х годов прошлого века. Храм батюшки Серафима Саровского поистине поражает своим благолепием и красотой. Внутреннее его убранство словно подобие Царства Небесного, в котором пребывает преподобный старец Серафим. Владыка Викентий особо отметил труды строителей и благоукрасителей, благодаря которым в таком замечательном храме многие горожане теперь смогут получать поддержку на своем спасительном христианском жизненном пути. Несколько человек, которые положили свои труды, свои средства для того, чтобы вот эту красоту создать и дать нам дар Богу и нам, людям, чтобы мы могли здесь пользоваться этой красотой, радоваться, приходить, молиться и созидать в себе Царство Божие. Владыка Кирилл поблагодарил за участие в освящении и совместном богослужении архиереев и отметил, что Дом Божий созидается не столько по воле людей, сколько по промыслу Господа, который сам выбирает строителей для храма. Мы благодарны Господу, что он нашел этих строителей, благословил их сделать еще одно святилище славы Божией здесь, в нашем городе Екатеринбурге и надеемся, что до скончания века этот храм простоит для того, чтобы многие души людей спасали здесь и с Божьей помощью входили бы в небесное вечное Царство. Отец Гермоген отметил помощь прихожан в строительстве Дома Божия. Я благодарю всех вас, дорогие прихожане, которые приобретали кирпичики для этого храма, символические, и тем самым помогая этот храм благоустроить, потому что много-много всяких мелочей в храме, которые сделаны именно на ваше пожертвование. Всем низкий поклон и великая благодарность духовенству, которое сегодня прибыло по моему приглашению сюда. О гости епархии Владыка Платон рассказал о том, что в далекой Латинской Америке не забывают небесных покровителей нашего Отечества и уральской земли и создают храмы в честь царственных страстотерпцев. Радуюсь с вами и хочу приобщить к этой радости и мою пасху, которая осталась далеко-далеко. И мы последние четыре года воздвигли храм во имя царственных мучеников и посвятили его именно этим, как наша великая связь и с местром Урала, где они были преданы смерти, и с этими великими покровителями всей нашей великой Родины. За божественной литургией настоятель храма Отец Гермоген отметил памятными иконами святого Серафима чудотворца благотворителей храма. Владыка Викентий в дар прихода преподнес икону святого Серафима Саровского, а Владыка Кирилл от имени митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия передал ковчежец с частицей мощей преподобного старца. В конце службы прихожане смогли приложиться к святыням. Поставлено такой огромный восклицательный знак в этой работе, которую Отец Гермоген и другие люди проделали. И молитвами батюшки Серафима, наконец, у нас будет живое сердце в нашем храме. А в станице Тбилисской Краснодарского края освящен каменный храм в честь святого Андрея Первозванного. Архитектура Дома Божия не характерна для православной Кубани. Она напоминает церковь древнерусского деревянного зодчества. Первую литургию в новоосвященном храме возглавил митрополит Екатеринодарский и кубанский Сидор. Рассказывают наши коллеги. За несколько дней до праздника апостола Андрея Первозванного в станице Тбилисской открылся новый храм, посвященный этому святому. Предварительно церковь осветили великим чином. Освящение престола и первую божественную литургию совершил митрополит Екатеринодарский и кубанский Исидор. Владыке сослужило духовенство из Краснодара, станицы Тбилисской, Гулькевичи и Кропоткина. Небольшой изящный храм не смог вместить и половины всех желавших помолиться вместе со своим архипастырем. Не взирая на легкий мороз, верующие стояли во дворе. Благо, о них позаботились заранее, и люди могли слышать ход богослужения из динамиков. Это второй храм в станице Тбилисской. Построил его один раб Божий в память о своем погибшем сыне, который носил имя Андрей. В честь его небесного покровителя, христово апостола Андрея Первозванного, и возвели здесь, в центре станицы, эту церковку. Храм получился в стиле древнерусского зодчества. Много храмов подобной архитектуры, только выполненные в дереве, а не в камне, украшают северное селение нашей Родины. На кубанской земле он смотрится необычно и сразу привлекает взоры. По окончании литургии владыка-митрополит обратился к верующим с проповедью. Сегодня исторический день, знаковое событие для станицы Тбилисской и для всей Кубани. Прекрасный, замечательный, воздвигнут храм Божий в этой станице, в центре Ия, который украшает теперь эту станицу, украшает и Кубань. Еще одна свеча зажглась на Кубани, еще один храм Божий, где будет возноситься божественная жертва Христова, завершаться божественная литургия и прочие благослужения, требы. За помощь в строительстве церкви инициатор возведения храма Сергей Михайлович Киричок был награжден архиерейской грамотой. Такие же грамоты получили и другие меценаты строительства. Получил рождение новый храм, в котором можно помолиться, поставить свечечку. Но главное, здесь будут совершаться богослужения, литургии и другие церковные таинства ради спасения человеческих душ. Глава Казахстанского митрополитчьего округа совершил визит в город Атырау Уральской епархии. Митрополит Александр для молитвенного поклонения горожан привез с собой ковчег с мощами святителя и чудотворца Николая, хранившийся в Свято-Никольском соборе Алматы. А за время пребывания святыни в Атырау ей поклонилось около 12 тысяч человек. Подробнее о поездке и служении архипастрия в сюжете наших коллег из Казахстана. Впервые в истории Русской Православной Церкви в Республике Казахстан в город Атырау был доставлен ковчег с частицей мощей святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мирликийский. Святые мощи, хранящиеся в Свято-Никольском соборе Алматы, для молитвенного поклонения православным верующим были принесены митрополитом Александром. Великая святыня православия прибыла в собор в честь успения Божьей Матери поздним вечером, но, несмотря на это, сотни прихожан и паломников стали участниками молебна, совершенного митрополитом Александром и архиепископом Антонием. На следующий день митрополит Астанайский и Казахстанский Александр восславил божественную литургию в Успенском соборе Атырау. Главе митрополитчего округа сослужили архиепископ Уральский и Актюбинский Антони и епископ Карагандинский и Шахтинский Севастьян. Впервые за историю существования древнего намоленного Успенского собора под его сводами совершалось служение трех преосвященных архипастерей. Собор в городе Гурьев, ныне Атырау, был построен на средства купца Тудакова и его супруги, которые вложили в строительство немало сил и средств. Строительство продолжалось около десяти лет, и в 1885 году Успенский собор открыл двери для прихожан. Литургия завершилась славлением предковчегом с мощами святителя и чудотворца Николая. В дар Успенскому собору глава Казахстанского митрополитического округа преподнес Астанайскую Почаевскую икону Божией Матери. В центре изображена Почаевская икона Божией Матери, которую держат два ангела и осеняет ей град Астану и живущей в земле Казахстанской, потому что покров Пресвятой Богородицы всегда был над верующими ее сына, над землей нашей, и есть, и будет в нескончаемой веке. Пусть это изображение украсит образа, которые хранятся в этом храме. Непрерывно в течение дня пред мощами святителя и чудотворца Николая клириками Уральской епархии совершались молебны с акафистами. В память о принесении святыни по благословению митрополита Александра всем паломникам раздавались иконки с образом святителя Николая, освященный на его честных мощах. За время пребывания мощей святителя Николая Ватерау святыни поклонились в течение суток около 12 тысяч верующих. Годовщина нового Ярославского храма. Исполнился год со дня освящения церкви в честь Ярославской иконы Божьей Матери. Она была возведена в микрорайоне Сокол в рекордные сроки за три месяца. В праздничный день службу здесь возглавил митрополит Ярославский Ростовский Пантелеймон. На Божественной Литургии побывала съемочная группа наших ярославских коллег. Им слово. И вознеси молитвы наши по престолу Бога Сына Твоего, да милостью будет неправдам нашим и пробавит благость свою. Небольшой малогабаритный храм был построен в максимально короткие сроки. От освящения закладного камня до освящения церкви прошло три месяца. Этим событием было знаменовано и вступление на Ярославскую кафедру нового владыки, о чем он, конечно же, не забыл. Помню и тот день, и тот месяц, и вот это для меня памятное событие было еще и усугублено тем, что по моему только-только прибытию на Ярославскую землю мне представилась возможность осветить место для вновь строящегося храма. Патриарх Кирилл еще несколько лет назад поставил перед духовенством страны задачу строить храмы в шаговой близости от жилых кварталов. Церковь Ярославской иконы Божией Матери как нельзя лучше вписалась и в контекст церковной стратегии, и в архитектурный облик формирующегося квартала стала его украшением, духовным и культурным центром. Сейчас только старожилы помнят, что здесь, в Дядьково, тоже была когда-то церковь деревянная во имя Ильи Пророка. Она находилась как раз на территории школы 21-й, где мы учились. Красивая была? Она была деревянная, и причем она сгорела то ли в 47-м году. Сегодня владыка Патрилииман озвучил цель – построить в новых кварталах города еще 11 таких же небольших храмов. Для общины этой церкви прошедший год стал плодотворным. Уже несколько месяцев при храме существует детский хор. Идется работа над документацией по строительству храма во имя благовертного князя Ярослава Мудрого и православного детского сада. Детский сад будет рассчитан на порядка от 80 до 100 человек. То есть будет 4 полноценные группы, 20-25 человек. С питанием. То есть совсем это будет настоящий детский сад. Только вот еще и православный, с верующими, хорошими воспитателями, надеемся. Праздник не обошелся и без подарков. Сегодня митрополит Патрилииман осветил новые писанные иконы иконостаса. Весь год он был заполнен печатными изображениями святых. С сегодняшнего дня на их место встанут образа, исполненные художниками. Как это часто бывает, благое дело по чудесному проведению обрело и благодетелей. В храме надеются, что добрые люди не оставят их и в будущем. Епископ Кузнецкий Никольский Серафим отметил День Ангела. Архиерейские именины в Кузнецке проходят впервые в новейшей истории города, а для молодого иерарха это первое тезе именинство в сане епископа. Церковного торжества репортаж Евгения Белохвостикова. В Вознесенском соборе Кузнецка не так многолюдно, как в выходной или на большой праздник. День памяти священномученика Серафима Чичигова для местных прихожан дата пока непривычная. Теперь ей предстоит стать одним из главных еврохиальных событий года. Первое торжество тезе именинства правящего архиерея по-домашнему скромное. Никаких официальных речей, только несколько букетов цветов и самые простые и искренние пожелания. Он так же, как и его небесный покровитель, очень ревностно относится к своему служению. Он очень добрый, очень мудрый человек. И надеюсь, что он действительно принесет очень много полезного к Святой Церкви. Литургия началась еще задолго до расцвета. Чтобы поздравить Владыку с его Днем Ангела, несколько человек специально приехали из Пензы. Нам очень радостно было и действительно нетрудно было встать и в 5 утра, и поехать и поздравить, и помолиться о том, чтобы Господь даровал ему сил, как нашему новому и любимому архиерею, архипастырю, управлять своей паствой, любить, так же, как и его покровитель. Ровно 75 лет назад на Будовском полигоне был расстрелян один из самых незурядных церковных деятелей 20 века – митрополит Серафим. Выходец из знаменитого дворянского рода, участник русско-турецкой войны, полковник, автор двух томов медицинских трудов, духовный композитор, составитель летописи Дзивейского монастыря и инициатор канонизации Серафима Саровского. В тюрьму на последнем аресте старца митрополита везли в карете скорой помощи, но болезни и гонения не сломили его дух. Самое главное, конечно, во всем этом составляет именно его пример, его мужество, потому что вот как человек даровитый, одаренный, он не потерял и не утерял простого христианского человеческого достоинства, никогда не скрывался, не убегал от того подвига, который готовил ему Господь. Я искренне говорю о том, что пример священно-мученика является для меня таким примером мужества и стойкости во Христе. На Кузнецкой кафедре владыка Серафим всего три месяца. Клирики и миряне пожелали ему помощи Божией в нелегком архипастерском труде еще на многое лето. В Санкт-Петербурге в сезон номер один тюремный храм во имя святого благоверного великого князя Александра Невского отметил свой престольный праздник. Литургию в этот день совершил благочинный по тюремному служению протеерей Олег Скоморох. Помолиться пришло более ста заключенных. Тюрьма не всегда становится для человека злом. Для некоторых это единственный способ остановиться, подумать и, может быть, изменить свою жизнь кардинально. Иногда, остро ощутив телесную несвободу, человек начинает осознавать и свою духовную порабощенность. Это место, оно не только для вас является местом молитвы, местом сугубого усиленного обращения к Богу за помощью, местом сердечного искреннего желания возвращения домой, к своей семье, к своим родным. Такое состояние человеческого сердца, оно присуще всякому христианину. В СИЗО есть и подследственные, и заключенные. Первых священник навещает в камерах, и только вторые имеют возможность посещать храм. И этой возможностью они дорожат. Облегчает как-то жизнь наличие храма здесь? Конечно. Почему? Вообще как в дом находится. Быть верующим в тюрьме в своем роде подвиг. За свой выбор мировоззрения приходится отвечать перед другими заключенными. Есть такое понятие в тюрьме – верить в подушку. То есть вот тихо сам собой в себе верит в Бога, но он не показывает никому, что он верит. СИЗО номер один – самое известное исправительное учреждение Петербурга. Его называют «Кресты». Два режимных корпуса тюремного комплекса, построенные архитектором Томишко в форме главного христианского символа, не случайно. Архитектор полагал, что, находясь в одиночном заключении, тюрьма строилась как одиночная. И, обращаясь ко Всевышнему, преступник раскается в совершенном преступлении. Вот такая светлая христианская идея, положенная в основу строительства тюрьмы. То, что храм в тюрьме нужен, понимают и сотрудники. Их опыт подсказывает – вера – лучший воспитатель. Когда есть церковь, когда есть батюшка, который непосредственно занимается осужденными, вот, становит их на путь истинный. И, понятное дело, что все, конечно, не встанут на этот путь. Но, я думаю, хотя бы, если один из десяти задумается о сущности жизни и встанет на тот путь, не будет больше нарушать, не будет допускать каких-то там употреблений наркотиков, употребления спиртных напитков в больших количествах, соответственно, я думаю, что жизнь изменится у него, и он не будет больше нарушать. У тюремного храма в Крестах есть своя важная задача, и он ее выполняет. Человек, когда попадает в тюрьму, он готовится к суду. И перед ним встает сразу дилемма из нескольких вопросов – как себя вести на суде. А священник ему напоминает, что есть заповедь о лжесвидетельстве, что ее нарушать нельзя, что это великий грех. И вот тогда уже заключенному легче. Он понимает, что нужно говорить правду. И когда он это делает, то обычно Господь помогает ему. Бывали случаи, когда раскаяние приводило к тому, что человека выпускали на волю прямо из зала суда. Но случалось и напротив. Отец Георгий поделился историей об одном заключенном, который на суде, мучимый совестью, признался в совершении тяжких преступлений, хотя под стражу был взят за мелкий проступок. Он понимает, что лучше по наказанию понести здесь, поэтому он сделал все правильно, пошел во всем признался. Господь ничего не посылает человеку случайно. Спасительным может стать даже заключение под стражу. Отвратиться от зла никогда не поздно. Продолжит выпуск сообщения из столицы Италии. В Вечном городе Риме на минувшей неделе почтили память святой великомученицы Екатерины. По благословению святейшего патриарха Московского и всеяруси Кирилла, праздничная служба здесь была перенесена с 7 декабря на воскресенье 9 декабря. О том, как прошел престольный праздник в Екатерининском храме Рима, наш следующий материал. Православный храм в Риме должен был появиться еще в начале 20 века. Средства на него собирали всем миром. Участвовал в этом деле и император Николай II. Однако в связи с революционными событиями возведение храма задержалось на век. Лишь в 2001 году удалось получить землю, а сами строительные работы начались спустя два года. В 2006-м малое освящение храма святой великомученицы Екатерины совершил митрополит смоленский калининградский Кирилл, нынешний патриарх Московский и всеяруси. Сегодня Екатерининский приход – это очень дружная община с большой радостью принимающая православных верующих со всех концов земли и несущая особое миссионерское служение. Я хочу сказать, что для нас, для, так сказать, жителей нашей большой страны вот эти островки нашей Родины сконцентрированы именно в храмах наших русских православных. И я очень рада, что попала в такой дружный, тёплый, замечательный приход. Но настолько к ним привыкли, что уезжая даже вот в Россию на так называемые каникулы к родственникам, я вот просто тоскую о нашем приходе, потому что для меня это уже частичка моего дома. Самое главное, что, самый главный праздник для нас – это то, что наш приход увеличивается, что очень много людей появляется, новых приходят к причастию, очень много детей появляется. И для нас, для всех это огромная радость. Вот. И мы всегда рады видеть время у себя на приходе наших братьев и сестёр из России, из Украины, из Молдавии, вообще всех православных людей. Здесь островок России. И это очень согревает сердце, потому что на чужбине, мне кажется, любому человеку, живущему вдали от Родины, очень важно быть связанным вот так духовно через свою веру, через свою культуру, связанную со всей... и с историей, и со всем своим народом. Большое значение имеет храм не только для тех, кто исповедует православную веру и нуждается в духовном окормлении православного священника, но и для тех, кто ещё находится в поиске истины. Мы в памяти святой великомученицы Екатерины. Находясь в Италии, в вечном городе, вдалеке от Родины, мы призваны к тому, чтобы сугубо свидетельствовать всем другим людям, которые нас окружают, о красоте нашей веры. Мы встречаемся с другими людьми на работе, в обществе, в каких-то самых разных ситуациях, они начинают задавать нам вопросы, беседовать с нами, но это бывает редко. Чаще всего они смотрят на нас со стороны и потому, как мы живём, определяют, кто такие православные христиане. Наше свидетельство должно быть неискрой, не тлеющим огоньком, но живым пламенем, которое должно светить всем тем людям, которые окружают нас. И вновь к сообщениям из российских регионов. На днях Санкт-Петербург посетила большая делегация из Грузии. Светскую программу посвящения украсил благодарственный молебен в храме Шестаковской иконы Божьей Матери, который в сослужении священства и прихожан храма совершил и епископ Владейнопольский Мстислав. В храм Шестаковской иконы Божьей Матери грузинская делегация, в которую вошли писатели, видные учёные, академики, профессора и студенты крупнейших вузов в Тбилиси, прибыла после посещения Санкт-Петербургского государственного университета, где на юридическом факультете в 60-е годы XIX века учился Илья Григорьевич Чевчавадзе, князь, видный грузинский поэт и публицист, который был канонизирован Грузинской православной церковью в 1987 году. С российской стороны пресса письмо прислал глава государства, президент России Владимир Владимирович Путин, отметив это яркое событие и выразил надежду, что это начало возобновления культурных контактов между нашими странами. А по-другому быть не можешь, потому что самая первая и самая основа, ради чего мы должны быть и обречены быть на веки вместе – это наша вера. Благодарственный молебен святому Илье Праведному в церкви Шостаковской иконы Божьей Матери в заслужении священства храма совершил икарий Санкт-Петербургской епархии епископ Владинопольский Мстислав. «Мы очень рады, что мы чувствуем тепло от грузинского народа, а сейчас мы ощущаем это больше тепло, мы понимаем, что что-то меняется, что-то меняется к лучшему, мы надеемся, что для нас это радость и любовь. Спасибо вам от ваших русских, Владыка, это очень интересно». «Корость, спасибо». Эти миниатюры – копии большой иконы, написанные в Тбилиси специально для Шостаковской церкви и освященные в Главном кафедральном соборе Грузии самим патриархом Ильей II. На этой иконе наиболее чтимые грузинские святые, изображенные на фоне символической карты Грузии, призывают на молитву земляков, как живущих на родине, так и рассеянных по лицу всей земли. «Мы выступали с лекциями в театральной академии, в школе с этнокультурным образованием грузинским, встречались с нашими коллегами в Союзе писателей. Программа очень обширна, эти встречи будут продолжаться с нашими выдающимися отечественниками, живущими на петербургской земле. И, конечно, это только начало, потому что сейчас в данный момент мы начинаем работать над большим проектом. Мы хотели бы, чтобы в следующем году дни этого великого города прошли в столицу Грузии, Тбилиси. Тбилиси. КОНЕЦи. Субтитры создавал DimaTorzok Подразделений роты почетного караула. Клятву на верность отечеству дали 250 курсантов. Военнослужащие 154-го отдельного комендантского полка сопровождают официальные мероприятия, встречи глав правительств и иностранных делегаций. Вот уже несколько лет курсантов окормляет епископ Иероним Чернышев, настоятель церкви Дмитрия Донского, устроенный при комендантском полку. Репортаж Ольги Снесаренко. Присяга традиционно проходит в зале славы, и ее невидимые свидетели – это 11 717 героев Советского Союза, участники Великой Отечественной войны, чьи имена выбиты на мраморных стенах комплекса. Клятву закрепляет личная подпись солдатам. Чтобы попасть в элитное подразделение, призывники проходят строгий отбор, учитываются внешние данные, физическая подготовка, умение себя подать. Все это очень важно, поскольку военнослужащим роты приходится нести вахту во время различных церемоний и парадов. И если физическая крепость заслуг командиров полка, то за духовную отвечает епископ Иероним, настоятель полкового храма. Сегодня особый день в вашей жизни. День, когда вы дали прятку на верность служению своему Святому Отечеству. День, когда вы в этом прекрасном зале огласили текст воинской присяги. Пусть Господь помогает вам в вашем радом деле. Каждому воину после присяги и окропления владыка вручает по иконке. Раздают образки Дмитрия Солунского, Федора Ушакова, Александра Невского, других святых воинов. С напутствием. Пусть они поддерживают солдат в тяжелые минуты и обязательно помогают на пути к Богу. Военнослужащие нашего полка выполняют очень серьезные и ответственные мероприятия практически ежедневно в течение всего года службы. И то, что рядом имеется на территории полка, есть полковой храм, настоятельным которым является владыка раним. То, что лично он очень часто приезжает на территории полка, его помощники, служители приезжают к нам. У нас еженедельно в храме полка проводится служба за часом. Это очень сильно помогает нам, в частности лично составу солдат и сержантов срочной службы, подготовиться и качественно, и без ошибок выполнять все мероприятия высокого уровня. Для многих день приведения к присяге становится одним из главных в жизни. В течение целого года призывникам придется оттачивать военное мастерство, учиться виртуозно владеть оружием и безупречно держаться в строю. Впервые в Нижнем Новгороде исполнена музыкальная оратория «Страсти по Матфею» митрополита Волоколамского Илариона. На концерте присутствовал и сам автор, отметивший, что хотел перенести на сцену атмосферу богослужений Страстной Седмицы, которые насыщены очень глубоким богословским и эмоциональным содержанием. В них раскрывается смысл страданий Спасителя и православный взгляд на страсти Христовые. Через эти песнопения усваивается душой и сердцем верующих. На премьере побывали и наши коллеги из Нижегородской телекомпании «Образ». Им слово. Накануне Пасхи фильм-дирижер Павла Лунгина на своих экранах увидели многие. Сам режиссер назвал его картиной о кризисе, в котором живет общество. В основе этой музыкальной драмы лежит оратория «Страсти по Матфею» митрополита Волоколамского Илариона. Оратория Оратория — сложное произведение для хора, солистов и оркестра. Ее предшественниками были средневековые литургические представления, своего рода проповедь вне храма. Вражение «ходить в ораторию» употреблялось наравне с фразой «ходить в церковь». Первые «Страсти по Матфею» создал Иоганн Себастьян Бах. Своё произведение владыка Иларион написал ещё пять лет назад, когда был епископом венским. В Нижнем Новгороде его услышали впервые. «Страсти по Матфею» На сцене оперного театра нет приглашённых исполнителей. Все музыканты — нижегородцы. Такое серьёзное произведение репетировали долго. Сочинение масштабное. Для таких сочинений нужен очень значительный состав хора. Поэтому и достаточно широкий состав струнной группы оркестра. Поэтому сегодня струнная группа театра усилена частью струнной группы оркестра консерватории. И принимает участие помимо хора театра ещё два коллектива. Это муниципальный камерный хор «Нижний Новгород» и хор «Женского духовного училища». Музыка написана с очень хорошим знанием хорового вокала, во-первых. И, во-вторых, очень доходчиво, просто идёт в душу. Поэтому запоминается довольно быстро. Сложностей не было. Основа оратории — евангельский текст о последних днях жизни Спасителя. Четыре смысловые части — предательство Иуды, аресты Иисуса, распятие и погребение — соединены в одно музыкальное пространство. Наравне с авторскими мелодиями звучат канонические богослужебные тексты. Все для восвящения и истоящего народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерть. Большинство этих текстов, они насыщены очень глубоким и богословским содержанием, и очень глубоким внутренним эмоциональным содержанием. И они очень легко ложатся на музыку. И вот мне хотелось эти тексты посредством музыки донести до широкого слушателя. Потому что, к сожалению, и многие православные христиане этих текстов просто не знают. Это редкость, когда высшие иерархи православной церкви имеют такое непосредственное отношение к профессиональной академической музыке и создают крупные произведения, связанные и с церковной жизнью, ну и вообще крупные произведения, оно для искусства, для культуры страны в целом существует. Музыка, как форма проповеди, звучит все чаще. На вопрос, можно ли создать страсти по Матфею после Баха, ответили слушатели. Третий фестиваль русской музыки открылся в Нарве. Целью мероприятия является сохранение и развитие русской национальной культуры и духовных традиций через творчество. Рождественский фестиваль развивается, и в этом году он объединил более 350 участников. Прекрасным пением молодежных и детских коллективов насладились наши коллеги. Им слово. Фестиваль русской музыки в Нарве – это уже традиция, и в 2012 году он уже третий. Главная цель мероприятия – сохранение и развитие русской национальной культуры и духовных традиций через творчество. Во дворе замечательное время, время подготовки к Матфею. Время, когда нам хочется с вами стать добрее и чище, стать светлее и радостнее, подумать о том лучшем, что может быть. Ну и, конечно, в эти дни очень хочется слышать другую музыку. Красивую, торжественную, благослучную, зовущую к тому, чтобы наше сердце откликнулось на ее прекрасные звуки. И пусть наш фестиваль с вами, который мы проводим в третий раз, действительно покажет, что ничего краше и приятнее русской музыки для наших с вами сердцев. Первый фестиваль состоялся в 2010 году и был организован в рамках проекта «Нарва. Осенняя столица Эстонии». Тогда в нем приняли участие 220 детей из хоровых и музыкальных школ города. Фестиваль развивается, растет и в этом году собрал уже более 350 участников. На торжественном открытии протеерей Виталий Гаврилов зачитал приветственное слово епископа Нарвского и Причудского Лазаря, отметив, что фестиваль объединяет ценителей русской музыки, которым небезразличны духовные ценности. Традиционно в фестивале русской музыки принимают активное участие все хоровые коллективы Нарвской хоровой школы. В этом году в программе фестиваля прозвучали вокальные, хоровые и инструментальные произведения русской музыки 18-го и 20-го веков. Протеерей Виталий Гаврилов отметил, что у фестиваля русской музыки есть большое будущее. У меня в этот раз были какие-то сомнения, нужно ли это дело, начатое уже три года назад, продолжать. Находясь сегодня на таком замечательном концерте, фестивале, я пришел к мысли, что, во-первых, уровень становится выше, во-вторых, становится больше участников такого фестиваля. Такие концерты очень необходимы. Необходимы для того, что видишь, сколько ребят, которые заняты важным делом, убеждены, что в этом фестивале есть большое будущее. Кульминацией вечера для поклонников вокальной и хоровой музыки стало выступление гостей фестиваля – вокального ансамбля студентов «Арт Кул» Санкт-Петербургской музыкальной консерватории. Санкт-Петербургской музыкальной консерватории. Знаменательное событие состоялось на исходе года, объявленного Беларуси годом книги. В Минске началось издание Фоксимили Полоцкого Евангелия. Воссоздание в виде точной копии рукописи 12-го столетия не только вернет знаменитую книгу в культурное поле Беларуси, но и заново поможет восстановить кодекс христианских ценностей в современном белорусском обществе. Надежду на это возлагает книга издателей и весь круг исследователей, причастных к работе над Фоксимильной копией Полоцкого Евангелия. Подробности из Беларуси. Эти страницы являются точной и фоксимильной копией самой древней из практически целиком сохранившихся книг Беларуси. Полоцкое Евангелие, написанное в конце 12-го века в самом древнем городе Белой Руси вот уже более пяти столетий не появлялось на родине. Сейчас оригинал святыни хранится в российских государственной и национальной библиотеке. Благодаря церковной дипломатии, взаимодействию Министерства культуры России и Беларуси, сотрудниками издательства белорусского экзархата удалось оцифровать древние страницы. И вот сейчас, после профессиональной обработки электронной копии Полоцкого Евангелия и создания комментарии и исследования, наступил самый ответственный момент. Печать страниц, оригинал которых по преданию переписывала преподобная Ефросинья Игумения Полоцкая. Евангелие переводится как «благовестие». Это, по сути, возрождение кодекса человеческой нравственности. И это возвращение нас к тому, что наши предки были в высшей степени нравственными людьми. И мы должны помнить нашу свою историю и в этом плане, собственно говоря, возвращаться к истокам ее, потому что на сегодняшний день мы ее, можно сказать, частично утратили и утеряли в силу последних тенденций. И этот проект, по сути, знаменует собой возвращение к нашим духовным корням. Знаковым это издание является и потому, что осуществлено в год празднования 1150-летия Полоцка и 1020-летия Полоцкой епархии. Символично и то, что для фоксимильного воспроизведения самой древней книги Беларуси используются самые современные технологии. Те технические средства, которые мы представляем, это коника Минольта, которая на сегодняшний день является абсолютным лидером по производству полноцветных машин, копировальных, которые позволяют осуществлять абсолютно точную передачу изображения. Бумага будет очень напоминать стеркан для того, чтобы составить документ, чтобы продукция была очень похожа на то, что было ранее. Вот как бы цель такая. После печати листы будут еще обрезаться специальным образом, сохранятся все изгибы, все неровности оригинальных страниц. Первая печатная страница Фоксимиля Полоцкого Евангелия раздали тем, кто последние годы исследовал уникальный текст. А это целый коллектив филологов, историков, библиографов. Ведь только записи на полях Полоцкого Евангелия позволяют постичь многие тайные истории Полоцкой земли. В приложении к Фоксимильному изданию Древнего Евангелия будет содержаться труд этого коллектива, научные комментарии, исследования и транслитерация текста. Полоцкая Евангелия входит в десятку первых книг всех восточных славян и в первую сотню книг всех славян. Это знаковый памятник всей европейской культуры. Благодаря совместной работе общественных организаций и издательству Белорусской Православной Церкви этот памятник сейчас становится известным не только узкому кругу специалистов, но и широкому кругу пользователей. Первый тираж Фоксимильной копии Полоцкого Евангелия составит сотню экземпляров. Совместный проект церковных книгоиздателей Национальной библиотеки Академии наук Беларуси стал возможным благодаря более глобальному проекту «Возвращение святынь» издательства Белорусского экзерхата и фонда «Семья единения Отечества». Он стартовал в 2009 году, когда в похожей технике было выпущено Слудское Евангелие. Сейчас Фоксимильное воссоздание святынь усовершенствовали в техническом плане. Уже сложился целый коллектив, готовый работать над возвращением в поле белорусской культуры Лавришевское Евангелие и других уникальных памятников письменности, имеющих ценность для всей европейской культуры. Восточноевропейское бюро телеканала «Союз», Беларусь, Минск. Святитель Филарет Московский говорил «Любите врагов своих, гнушайтесь врагов Христа и бейте врагов Отечества». Этому принципу следуют православные спортсмены военно-патриотических клубов. В Туле они приняли участие в соревнованиях по панкратиону в честь святого Александра Невского. Помериться силами приехали 40 спортсменов из Калуги, Липецка, Курска, Воронежа, Москвы и других городов. Организаторы мероприятия пожелали участникам победы духа, смелости, храбрости и настойчивости в предстоящей борьбе. Подробности в сюжете информационного отдела Тульской митрополии. В спорткомплексе «Динамо» прошли межрегиональные соревнования по панкратиону – самому яркому и самому трудному состязанию древних олимпийских игр, дошедшему до нас из глубины веков. Я рад вас приветствовать на Тульской земле, где традиционно уже проводится турнир Александра Невского. Я рад, что панкратион пустил корни на Тульской земле. Надеюсь, рассчитываю, что представители других областей, которые здесь присутствуют, также поднимут знамя панкратиона и будут его достойно нести. Хочу вам пожелать отношения к сопернику по спортивному. То есть уважайте бойца, который стоит против вас. Всем спорно, всем спасибо. Соревнования начались с приветственных слов организаторов и молебна, совершенного духовником тульских спортсменов Иереем Василием Шаталовым. Тульский клуб военно-патриотического воспитания на основе православной веры имени святого благоверного князя Александра Невского возрождает и развивает панкратион, проводя активную молодежную политику, направленную на патриотическое воспитание, оздоровление и духовное развитие подрастающего поколения. Наше движение инициирует ежегодное проведение соревнований под названием Кубок Александра Невского. Цель соревнований – сплочение вокруг имени святого и в то же время показать свои спортивные достижения и навыки. Все клубы, которые приехали сегодня на соревнования, они являются членами движения Александра Невского. Помериться силами в Тулу приехали 40 спортсменов из Калуги, Липецка, Курска, Воронежа, Москвы и других городов. С каждой командой прибыла группа поддержки. Приехали поддержать своих ребят, привезли ребят выступить в соревнованиях в турнире Александра Невского, так как считаем, что необходимо, чтобы ребята получили опыт, росли здоровыми, и морально, физически, креплю духом. Участники показали высокий уровень спортивного мастерства, лишний раз подтвердив, что всякая сила должна зиждеться на духовном фундаменте православной веры. Такая связка позволяет чувствовать духовное родство со спортсменами всей России и реализовывать основные принципы панкратиона, отрисающие безделие, бездушие и безверие. Во-первых, спасибо огромным организаторам. Хороший турнир, все ребята дружно очень относятся, тепло. Все, кто принимал участие в этих соревнованиях, мы одно, духовное братство. Современные богатыри понимают, что патриотическое служение Родине невозможно без Божьей помощи. Мы организуем общероссийское движение Александра Невский, принимаем все больше и больше клубов и участников. Соревнования будут проводиться регулярно, вне памяти цитового богоярного князя Александра Невского. Я рад, что с Божьей помощью наши ребята и приезжие ребята заняли первые места и показали дух и волю к победе. Во все времена, самотверженно защищая Родину, наши предки уповали не только на силу оружия, но на помощь Господа и предстательство Царицы Небесной. Нынешние соревнования по панкратиону продолжают эти традиции, способствующие объединению молодежи вокруг имени святого князя Александра Невского в единстве силы и православного духа. На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты. В понедельник будет совершаться память святой великомученицы Варвары и святителя Геннадия, архиепископа Новгородского. Во вторник же день памяти преподобного Саввы Освященного. Следующим особым памятованием отмечена среда, когда церковью установлено празднование в честь святителя Николая, архиепископа, мирликийских чудотворца. Во всех храмах пройдут торжественные богослужения в честь этого почитаемого во всем христианском мире святого угодника Божия. И на следующее воскресенье придется празднество в честь святителя Иосафа Белгородского. О том, как отметит Русская Церковь эти торжества, мы расскажем уже на следующей неделе. Всего вам доброго! До свидания!